Портрет Всем привет, я Алексей Кафанов. Сейчас я покажу вам, как режут гравюры. На примере вот этого портрета Сергея Рахманинова. Портретировать я предпочитаю с натуры, живьем. Но это, во-первых, негуманно для изображаемого, позировать очень трудно. Во-вторых, не всегда технически возможно. Скажем, мой предыдущий портрет моего друга, московского гитариста Михаила Спичкова, я делал по фотографиям, которые сам снял, потому что мы живем в разных городах. В случае композитора Рахманинова дело еще сложнее, поскольку он умер больше полувека назад, и заставить его позировать довольно затруднительно. Поэтому я скачал ряд фотографий и их перерисовал, чтобы изучить структуру его лица. Заодно посмотрите на процесс рисования. Сначала нужно легкими движениями карандаша закомпоновать лист, наметить изображаемое в формате листа, чтобы оно не вываливалось, не было слишком большим или слишком маленьким. Затем ни в коем случае нельзя зависать на какой-то одной точке, на глазике, на губах. Нужно рисовать все одновременно. Как говорил великий педагог рисунка Чистяков, рисуешь глаз, смотри на ухо. Это важно, чтобы не развалить форму, чтобы ее ослепить, построить, воедино все собрать. А потом нужно ввести контрасты, выделить наиболее важные места черепа, подбородок, надбровные дуги. Очень противно, когда нарисованы проволочные линии, везде одинаковые. Линия должна быть разной по интенсивности. И вот я сделал несколько рисунков с фотографией Рахманинова. После долгих раздумий я нарисовал вот такой вот эскиз. Может быть, с березками это, конечно, избито, но графично и соответствует музыке Рахманинова. Затем накрываю эскиз листом кальки и очень точно перевожу на него все основные линии рисунка. Беру кусок плитки ПВХ, которую раньше клали на пол, и до одури шкурю ее мелкой шкуркой. Иногда в работе помогает любимая кошка. Нужно не только счистить с поверхности все царапины, неровности, вмятины, но и сделать поверхность равномерно шероховатой, чтобы на нее хорошо легла краска. Любая царапина на отиске отпечатается. На вышкуривание одной доски уходит несколько часов. Вышкуренную доску накрываем нашей калькой и твердым карандашом обводим все линии, передавливая их на доску. С той стороны карандаш был мягкий. Нужно очень четко удерживать кальку, чтобы она не съезжала. Переведенные линии обвожу шариковой ручкой, чтобы они не смазывались. И теперь начинается самый ответственный процесс – резьба гравюры. Для этого придуманы специальные резцы – штихеля. Разных профилей и разной остроты. Вот сейчас я работаю большим полукруглым, выбираю гладкое ровное место. Краска на это место не попадет при печати. Штихеля разной конструкции держат в руке по-разному. Но любые из них обязательно очень остро затачивать. Это нужно делать постоянно. В общем, надоедает, конечно. Штихелем с угловым профилем вырезаются тонкие штрихи. Я не особенно люблю параллельную штриховку, но иногда она необходима. Обрезают пластик обычными ножницами. В процессе резьбы очень важно соблюдать технику безопасности. Левая рука не должна быть на пути штихеля. Я пока это не освоил, много раз резался, потому что штихель в неопытных руках имеет обыкновение срываться и лететь неизвестно куда. Когда мы режем изогнутые штрихи, нужно поворачивать доску, а не штихель. Кошка Моня очень любит мне помогать в различных работах. Без нее никак. Вот есть инструмент, который дает сразу несколько параллельных линий. Иногда я им тоже пользуюсь. Возможно, вы уже поняли, что самое сложное в гравировании – это то, что ты работаешь вслепую. Пока не напечатаешь, не знаешь, что у тебя получается. Когда у тебя уже есть большой опыт, ты догадываешься, можешь предвидеть результат. Но вот, скажем я, черно-белых штрихованных портретов еще не делал никогда. Поэтому мне достаточно сложно предугадать результат работы. Вот можно ставить точечки уголком штихеля. Пора печатать пробный оттиск. Я набил кусок полиэтилена тряпками. Получился вот такой вот тампончик. Развел масляную краску, умбру. Потому что она сравнительно быстро сохнет. И стал вот так вот набивать доску краской. Занятие очень медленное, очень противное. Все равно не сделать чисто и ровно. Где-то штрихи забьются, где-то будут залысины наоборот. Очень плохой способ. По-настоящему краску накатывают валиком. Но его у меня сейчас нет. Старые выброшены, а новые купить абсолютно негде. Нет сейчас такого товара. Как, впрочем, и плиток ПВХ. У меня осталось немного старых запасов пластика, а новые добыть негде. То, что сейчас продают под названием линолеум, для гравюры непригодно. Кое-как доска набита. Накрываю ее листом бумаги. Поскольку оттиск черновой, то бумага вот такая плохая. Беру обычную чайную ложку стальную и начинаю ей притирать эту бумагу к доске, чтобы краска перешла с доски на бумагу. Делать это нужно очень тщательно, не пропуская ни одного миллиметра, иначе там будет залысина. Лист бумаги нужно строго удерживать на одном месте. Если сместиться, то оттиск загублен. И время от времени нужно поднимать один из краешков и смотреть, что получается. И вот пробный оттиск. Разумеется, часть штрихов залипла из-за неправильной печати. И вот я их на компе чуть-чуть почистил, чтобы хотя бы понять, что у меня получается. И вот через несколько дней мне удалось найти в интернете желающего продать такой валик. Я выдавливаю на нерезанный кусок пластика, немного типографской краски специальной. Вот еще от моего отца осталось, он был художником. И раскатываю валиком эту краску, стараясь получить максимально ровный слой. Здесь важно угадать с количеством краски. Если ее будет слишком много, то зальются тонкие штрихи. Если слишком мало, то появятся залысины. Только с опытом можно научиться нужное количество краски выдавливать. А эти валики раньше использовали для глинцевания фотографий. И уже много лет никто этим не занимается. Поэтому раздобыть такой валик очень сложно. Накатываю краску на вырезанную доску. Это тоже нужно делать очень тщательно и аккуратно. Но все-таки это гораздо проще и быстрее, чем тампончиком набивать. И у доски, и у валика есть некоторые неровности. Поэтому нужно очень тщательно следить, чтобы все равномерно закатать слоем краски. Но при этом не залить тонкие штрихи. В итоге работа получается достаточно сложной, квалифицированной. Чтобы оттиск получился не перекошенный, я сначала на листе бумаги вычерчиваю очертания доски. И потом аккуратно кладу доску точно в нужное место. Затем тоже очень аккуратно, за краешек, так вот кладу сверху лист бумаги. И уже знакомой нам ложкой притираю. В Союзе художников была экспериментальная печатная мастерская. Где вместо вот этой вот идиотской ложечки печатали на специальном станке. С огромным валом, один поворот ручки и все, и оттиск готов. Я там очень любил работать. Мои гравюры принимали на тиражирование в комбинате графических искусств. Они по городу продавались. Но затем развалили Советский Союз. Союз художников тоже фактически развалился. Мастерской этой там нету. Вот это одна из главных причин, почему я перестал заниматься гравюрой. Потому что вот так вот дома ложечкой, конечно, не напечатаешься. Вот я постепенно дорезаю и печатаю снова. Немножко улучшается. И вот этот оттиск я считаю уже законченным. Краска затем с доски и с валика смывается просто мылом. В мастерской это делали керосином. Но дома лучше уж не вонять. Все, пока.